Добрый день, дорогие друзья! Мы сегодня продолжаем цикл прогулок по городу Караганда. И отправляемся с вами на улицу Ангельбая Лиханова. До 2001 года эта улица называлась улицей 40 лет Казахстана. Так кто же был такой Ангельбай Лиханов, что в честь него названа целая улица? Давайте спросим об этом у прохожих. Вы можете нам сказать, кто такой был Ангельбай Лиханов? Ангельбай Лиханов ученый. Казахстан ученый. Ну, род деятельности, чем он занимался? Нет? Все, спасибо большое. Нет, да? Не знаю. Не знаете? Да, я знаю этот человек, он был комяк, он связан с шахтером, но подробностей я не знаю. Проведя опрос прохожих по улице Лиханова, мы выяснили, что очень небольшой процент наших жителей и гостей города знает, кто на самом деле был Ангельбай Лиханович Лиханов. Итак, Ангельбай Лиханович Лиханов – горный инженер, участник Великой Отечественной войны. Под его руководством шахтно-строительное управление создало немало прекрасных зданий в городе Караганда. Одно из них – стадион «Шахтер», гостиница «Караганда», институт «Карагандаги» и «Про шахт» и многое-многое другое. С 1965 по 1969 год Ангельбай Лиханович был заместителем начальника управления угольной промышленности Казахской ССР. Был награжден орденами Ленина, орденом Красного Трудового Знамени, медалями. В 2001 году улица 40 лет Казахстана была переименована в улицу Ангельбая Лиханова. В путь. Друзья, мы с вами находимся в самом центре города, в начале улицы, на каскадном фонтане. Каскадный фонтан был подарен городу в 2001 году компанией «Спадкармет». Водный каскад имеет большое архитектурное значение в решении входа аллеи «Парк». До 2011 года он был одет в плиты из полудрагоценных камней и украшен большими гранитными шарами. Потом его одели в серый гранит, но работы были проведены некачественно. В 2012 году была реконструкция фонтана, и с тех пор мы видим белоснежное мраморное одеяние фонтана. Слева от фонтана здание, где нынче располагается экологический музей. Справа – Дом Союзов, над которыми работали такие архитекторы, как Мордвинцев, Черкасов, Мельков, Тен и другие архитекторы. Здание украшено сложными мозаиками, благодаря чему являются памятниками истории. Друзья, вот именно с этого места открывается великолепный вид на парковое озеро, которое заканчивается островом на озере. Тогда, в 60-е годы, появился новый для Караганды стиль – постмодернизм. В этом стиле построен Карагандинский областной акимат. Это здание с уникальной историей. Все начиналось в 50-е годы, когда проспект Бухаджирал гордо именовался сталинским. Архитекторы Мордвинцев, Черкасов и другие отправились в Донбасс и взяли за основу одно из местных монументальных зданий. Строительство началось в 50-е годы. На глазах горожан рождались круглые кирпичные колонны фасада. Оформить совнархоз – таково было первое название этого здания – собирались по законам классики. Половина колонн уже была отлита, но вышло Хушущёвское постановление о борьбе с излишествами. В итоге получился советский минимализм. Сперва это было здание совнархоза, советский нарком хозяйства, позже Караганда-уголь, потом Арсенол Миттл и сейчас в этом здании Карагандинский областной акимат. Перед совнархозом в 1970 году, в год столетия Владимира Ильича Ленина, был воздвигнут самый крупный не только в Караганде, но и во всем Советском Союзе памятник вождю мирового пролетариата. По проекту карагандинского скульптора Юрия Гумеля. Монумент из розового гранита весом 202 тонны и высотой 10,5 метров. До 2003 года памятник находился под охраной государства. Но потом в связи с утратой исторической ценности эта формулировка был демонтирован и перенесен за кинотеатр Ленина, которого, кстати, тоже уже нет. Памятник это не копия, монумент абсолютно оригинален. Дело даже не в идеологии, памятник прежде всего интересен как предмет искусства. Поэтому он был поставлен под охрану государства в 1976 году. Эпоха его прошла, но никто еще не знает, что лучше. Если бы египетские пирамиды и сфинксы уничтожали, с чем бы мы сейчас остались? Но, как известно, свято место пусто не бывает и на месте памятника Ленина в год 20-летия независимости Республики Казахстан был воздвигнут новый монумент – стела независимости Республики. Автор проекта – карагандинский архитектор Мурат Байсбай. Высота стелы 47 метров, вес 16 тонн. Стелу, облицованную натуральным белым гранитом, венчает орел, сидящий на шаре, и солнце, как символ независимости. На четырех углах стелы расположены толпары. Между их крыльями установлены медальоны, а на фасаде стелы герб Республики Казахстан и цитата первого президента государства о независимости. Все навесные элементы покрыты социальным золотом. Для этого были приглашены мастера из России. По задумке авторов, золотые толпары связывают день сегодняшний с великим прошлым и славным будущим. Через всю площадь проходит белая дорога – Акжол, символизирующий светлый путь нашего государства к независимости. Как поется в советской песне «Если хочешь быть здоров, закаляйся». Мы с вами находимся возле бассейна, который относится к Дворцу детей и юношества. Ни одно поколение спортсменов вышло из этого бассейна, чтобы покорять олимпийские вершины и различные чемпионаты не только страны, но и мира. Друзья, за моей спиной находится здание государственного учреждения управления образованием Карганинской области. В советское время здесь располагалась станция юных техников и художественная школа. Впервые «Вечный огонь» был зажжен на могиле неизвестного солдата в Париже в 1923 году. В Советском Союзе «Вечный огонь» впервые был зажжен в Ленинграде в 1957 году, а в 1975 году, в год 30-летия победы над фашистской Германией, «Вечный огонь» загорелся и в Караганде. Ансамбль «Боевой славы» в Караганде был выполнен по проекту скульптора Жениса Молдобаева и архитектора Нурбахыта Койшимбекова. Его высота 4,5 метра, ширина 10 метров, длина 6 метров. В центре площадки ансамбля горит «Вечный огонь». С боковых сторон ансамбль окамляется подпорными стенками, на которых начертаны даты 1941-1945. Ансамбль дополняет аллея героев, где на мемориальных плитах высечены фамилии карагандинских солдат Великой Отечественной. Располагается аллея за памятником. С 2010 года ансамбль «Вечный огонь» находится под охраной государства. В 2014 году огонь на время погас. На этом месте проходили ремонтные работы. В этом году, в год 75-летия победы над фашизмом, аллея героев дополнилась новыми именами. Друзья, мы находимся возле Бегемота. Возле бегопарка Бегемот. Это первый развлекательно-досуговый центр для детей в нашем городе. В нем есть все. От игровых автоматов до кинотеатра 7D. В нем есть все, что нужно детям от 2 до 18 лет. Хотя многим взрослым, которые чувствуют себя на 18, тоже, думаю, здесь очень понравится. Тем более, там есть аттракциончики, далеко не детские. Вообще, нужно отметить, что система распределения аттракционов довольно хорошо продумана. На первом этаже замечательный карусель из лошадок, экскурсионный паровозик, который провезет вашего ребенка по всем четырем этажам. А вот второй и третий этажи – это все для малышей. Тут и карусельки, и каталки, и качельки, и лодочки, развивающие игры, аквамакияж и многое-многое другое. Друзья, мы заканчиваем свою экскурсию. И закончить ее хотелось бы возле здания ресторана «Палермо», которое расположено по адресу Алиханово, 37-2. Ресторан «Палермо» – это сердце сети ресторанов, который включает в себя 5 ресторанов в городе Караганда, а также 3 ресторана в городе Краснодар Российской Федерации. Ресторан был открыт 1 марта 2008 года и является первым рестораном итальянской кухни в городе. 12 лет работы – это целая эпоха. Гости ресторана, которые познакомили здесь, уже приходят сюда собственными детьми. В сети ресторанов есть собственная служба доставки. «Палермо» идеально подходит для деловых встреч, обедов и приковоров. Шеф-повар ресторана предлагает изысканное меню, состоящее из традиционных итальянских блюд. Но основным блюдом итальянского ресторана, конечно же, является пицца. Ее здесь более 30 видов. Здесь вы можете попробовать пиццу на тончайшем тесте 30 видов, которые готовятся по секретным рецептам. Всевозможные виды пасты, богатый выбор рыбы, морских деликатесов, мясные блюда на любой вкус. И также у вас будет возможность попробовать классические итальянские десерты в исполнении «Маэстро». А я с вами прощаюсь, дорогие друзья. До новых встреч!